5 апреля на площадке Российского объединенного союза христиан веры евангельской в церкви Царство Божие состоялось 96 заседание консультативного совета глав протестантских церквей России. Одной из основных тем обсуждения стали планы взаимодействия религиозных организаций с органами государственной власти в этом году и подведение итогов заседания совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Впервые за историю совета Ряховский Сергей Васильевич, как лидер одной из протестантских организаций, делал доклад по одному из основных вопросов, который был рассмотрен на заседании совета. Было очень приятно, что протестантское сообщество набирает все больший вес, и его представитель выступал от имени всего религиозного сообщества России и делал очень обстоятельный и содержательный доклад о роли религиозных организаций в оказании гуманитарной помощи на новых территориях. И это была очень важная и такая составная часть работы нашего религиозного сообщества. Национальная духовная трапеза, которая по нашему согласию состоится в ноябре, ориентировочно 15 ноября, при полной поддержке это была очень, скажем так, принципиальная позиция российской власти поддержать национальную трапезу, тем более она будет балансировать. Есть Запад, есть Восток, и для нас проведение здесь на самом высоком уровне это, я уверен, величайшее благословение для России, величайшее благословение для христиан, и не только христиан, и светских людей, и других религий Российской Федерации. Участники встречи обсудили вопросы гуманитарных межрелигиозных акций, создания музея протестантизма в России и планы христианского межконфессионального консультативного комитета. Важным стало обсуждение мониторинга религиозной свободы как в России, так и в ближайшем зарубежье. Ну и немножко мы затронули вопрос, который, в общем-то, сегодня очень сильно политизирован, прямо так мы скажем, вопрос, связанный с Киево-Печерской лаврой, с проблемой русской православной церкви. Вот мы, конечно, все переживаем тоже за эту ситуацию, потому что мы считаем, что религиозная свобода не должна зависеть от политики, не должна зависеть от каких-то военных действий. Все мы имеем, так или иначе, всемирные церкви и братьев и сестер во многих других странах, и имеем духовные центры в других странах. И поэтому совершенно недопустимо судить верующих только за то, что они поддерживают связь со своими зарубежными братьями и сестрами, со своими зарубежными духовными центрами. И вот тот прецедент, который сейчас создан, к сожалению, с Киево-Печерской лаврой, это очень опасная такая вот тенденция. И особую озадаченность, озабоченность вызывают дела по статье 239 Уголовного кодекса Российской Федерации, это создание некоммерческой организации, посягающей на права и личность граждан. По этой статье есть уже небольшая практика, которая нас действительно вызывает у нас огромную озабоченность. Благо, таких случаев пока не так много, однако мы хотели бы обратить внимание всего протестантского сообщества о том, чтобы сообщали, во-первых, если такие дела в отношении кого-то возбуждаются, обязательно в Славянский правовый центр об этом. И в любом случае наблюдали, короткие рекомендации нами будут даны, и в последующем мы планируем провести вебинар, непосредственно посвященный данной теме, и обсудить. Дело в том, что вот последнее дело в Омске, пастор из Омска получил полтора года колонии общего режима. Приговор пока в силу не вставил, он обжалуется защитой, защита ведет прекрасную работу там в Омске по делу, и мы надеемся на справедливое, объективное, законное решение суда апелляционной инстанции. Информационное бюро «Спектр», Москва.